Сын спокойный, даже больше степени на маму похож. Больше черты ее лица. У маленького Марселя из родителей остался только папа. Мать мальчика умерла после кесарево сечения в больнице Артемовского. Евгений утверждает, во время беременности жена ни на что не жаловалась, все анализы были в норме. Анастасия решила обратиться в местную больницу из-за плохого сна и кашля. После осмотра ее срочно госпитализировали и провели операцию, после которой выжил только ребенок. Вела активный образ жизни, могла по многу пройти километров по пересеченной местности, спокойно бегала. То есть никаких проблем со здоровьем она даже не жаловалась, ничего не было такого. Как и что и почему, до сих пор становится загадкой. Девушке было всего 23 года. Беременность супруги планировали заранее. За день до трагедии Анастасия с Евгением даже организовали семейную фотосессию. Молодая мама чувствовала себя хорошо. Это мы ходили в январе на фотосессию с супругой. То есть в тот день она мне сказала, что беременна. И сделала такой сюрприз. Сейчас Евгений пытается выяснить, почему здоровая и молодая супруга не пережила стандартную операцию. Вскрытие проводили в областной больнице. В документах отметили. Причина смерти неизвестна. На 38-й неделе около 2-х часов ночи 26 августа молодая женщина обратилась в нашу больницу в связи с резким ухудшением состояния. По жизненным показаниям ей провели кесарево сечение. Наши врачи боролись за жизнь матери и ребенка и сделали все, что от них зависело. К сожалению, женщину, несмотря на все усилия медиков, спасти не удалось. По словам юриста, чтобы установить причину и виновников трагедии, эксперты должны изучить все документы, как по ходу беременности, так и по ведению операции. В первую очередь необходимо ознакомиться с медицинской документацией, для того, чтобы понять, качественно ли велась беременность, насколько качественно производились роды, правильно ли была выбрана тактика проведения именно кесарево сечения. Следственный комитет проводит проверку. После оглашения результатов Евгений примет решение, обращаться ли в суд. Мужчина готовится к переезду. В доме, где он теперь будет жить вдвоем с сыном, заканчивают ремонт.